Друзья, здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать вам о таком интересном автомобильчике, как Volkswagen E-Up. По сути, это тот же Volkswagen Up, только с электрическим мотором. Что его отличает от других автомобилей? У электрического E-Up здесь есть дневные ходовые огни спереди, немного синий значок такой интересненький, и, конечно же, пятнадцатые литые диски, которых у других АПов нету, и вот такие же светоотражатели сзади. И, конечно же, надпись E-Up. Вот, в принципе, всё, что его отличает от его собратьев. Давайте сейчас посмотрим, как он выглядит снаружи, как выглядит его салон и насколько вместительен его багажник. Так, что касается салона. Салон достаточно-таки большой. Для переднего пассажира и водителя места достаточно. Но здесь есть свои нюансы. Сейчас постараюсь вам показать. Нюансы по настройке высоты руля. Если у нас руль стоит, так как бы сказать, сверху, всё хорошо, проблем нету. Но если вы любите опускать руль ниже, соответственно, у нас возникает одна проблемка. Сейчас покажу со своего ракурса. Вот, примерно вот это мой ракурс, с которого я смотрю. И руль на низких положениях, на минимальных, можно сказать, он заслоняет половину спидометра. Да, можно включить электрический, и всё будет хорошо, но как-то не сильно всё это продумано. Это один из нюансов. Так, пассажирское сидение также регулируется по всем плоскостям, вперёд-назад. И сейчас, в принципе, я сижу так довольно удобно. Смотрим, сколько места будет сзади у меня. Так, здесь мой рюкзачок. Вот. Ну, я вижу, что места будет не так уж и много, но давайте попробуем. Ой, так, ну, в принципе, я сел. И, да, места довольно-таки мало. Если захочешь как-то лучше сесть, ничего не получится. Уже упираюсь коленями в сидение водителя. Что будет водителю неприятно. Поэтому сзади места не сильно так уж и много. Зеркала... Зеркала. Окна сзади открываются специфически. Вот так. Всё. И так же они закрываются. И здесь есть крючки для одежды. Ну и, в принципе, всё. Давайте ещё так посмотрим салончик. Красивый салончик. Панель красивая, но про комплектацию расскажу чуть-чуть позже. И ещё у нас есть багажник, конечно же. Так. Багажник здесь очень маленький. Сидения складываются задние. И здесь есть ещё такая вот ниша. Здесь сейчас зарядки находятся, но её также как-то можно использовать. Вот, в принципе, и всё. Больше здесь ничего нет. Что касается комплектации автомобиля. Она практически везде одинакова. У нас здесь климат-контроль, подогрев передних сидений, мультимедийная система, есть, конечно же, круиз-контроль. И, в принципе, всё. Видел я ещё некоторые комплектации с другим рулём и с другой батареей. Что хочется сказать об общих впечатлениях от автомобиля. Двигатель у него на 82 лошадиные силы, батарея на 18,7 кВт-часов. Разгоняется до сутки он за 12 с чем-то. По паспортным данным это много. Но когда садишься за этот автомобиль и начинаешь ехать, кажется, что он ускоряется невероятно быстро. Для города, я считаю, этого автомобиля хватает вполне. Поскольку у меня есть опыт езды на этом автомобиле, я наездил примерно километров 500 на разных модификациях E-App. Что касается летней эксплуатации. Летней эксплуатации, когда вы используете климат-контроль кондиционер, он просаживает батарею не так сильно. То есть, если мы едем без включенного кондиционера, у нас, допустим, запас хода 120 км. Как только мы включаем кондиционер, запас хода падает на 10 км. Но, когда вы ездите по городу, постоянные торможения, разгоны торможения, батарейка довольно-таки хорошо заряжается. При том, что здесь нет никаких активных систем за возобновлением батареи. Так как, допустим, у Hyundai IONIQ есть эко-режим, где вы только отпускаете газ, он сразу начинает притормаживать. Нет, здесь такого нет. Здесь заряд батареи происходит, когда вы начинаете тормозить. Лично тормозить. Что касается зимней эксплуатации. Несколько раз я ездил, брал автомобиль прямо сразу с зарядки. Отключал от зарядки, садился. Мне писал запас хода 95 км. Это было зимой. Пока я проезжал 10 км от точки А до точки Б, я использовал обогрев салона, конечно же. Подогрев сидения, только водительского, на максимум. Он потом регулировал на минимум. То в начале было 95, когда я приехал 10 км, запаса оставалось где-то 60-65 км. То есть зимой батарея седается невероятно быстро. Все тратится на вот этот прогрев салона. Потому что хочется все-таки ехать в комфорте. Лично мое мнение, для себя была бы возможность купить этот автомобиль исключительно для города. Да. Да, да. И еще раз да. Он маленький, маневренный. А что нужно еще в городе, собственно говоря? Так же, так как он электрический, он заставляет улыбаться. В нем можно получить свой кайф от вождения. Кайф здесь заключается в том, как он ускоряется. Он моментально ускоряется. Просто на светофорах бессмысленно с кем-то либо стартовать. Потому что электрический мотор, он все равно дает свое знать. Продолжение следует...